В Муроме раскрыто двойное убийство. Накануне один из жителей пожаловался в полицию на шумных соседей. А когда группа задержания вне ведомственной охраны прибыла на место, то обнаружила там два трупа с ножевыми ранениями. По словам соседей, в квартире сначала выпивали, а потом начали ругаться. В результате полицейские сдержали одного из собутыльников на соседней улице. Им оказался 25-летний ранее судимый за убийство житель Нижегородской области. Он уже дал признательные показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Около деревни Внуково обнаружен скелетированный труп женщины. Судя по всему, умерла она не своей смертью. Полиция просит откликнуться всех, кто может располагать информацией о погибшей. Предположительно, ей было 30-40 лет, волосы темные и крашеные. Рост 150-160 сантиметров. Была одета в красные спортивные брюки, черные носки и леопардовый бюстгальтер. На кости левого плеча у женщины хирургическая пластина. Владимирское управление ФСБ пресекло канал поставки героина в 33 регион из Таджикистана. Сотрудники задержали торговцев из ближнего зарубежья Шарипова и Сабирова при попытке сбыта 1 килограмма и 236 граммов героина. В отношении обоих возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за совершение этого преступления – пожизненное заключение. Завтра с 8 до 15 часов центр города от Золотых ворот до гостиницы «Владимир» останется без воды. Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на станции водоподготовки «Клязьма». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова